Ну вот, Люблин концлагерь в Майданах. Это вход, точнее вход вон там, это главный обелиск. И вот, собственно, начало, где бараки были, там вышка, вон там труба вдалеке, это крематорий. Сейчас пойдем посмотрим уже внутри. В Польше малина хорошая. Буквально 180 рублей примерно на наш получается. Поминаем гузников Майдана там, малины. Зашли на территорию лагеря. Вот здесь поле, дальше идут бараки, собственно, лагеря. Вот это поле пустое, ну, 99%, что здесь тоже были бараки. Скорее всего, они просто снесены. Лагерь во многом восстановлен, потому что вот даже крематорий, вот где труба, там есть на фотографиях, что от него оставалось после взятия лагеря, по-моему, советскими войсками. Ну, на самом деле, это все почти что все новодел. То есть там печи только реальные, а все остальное восстановлено в качестве музея. Тут все было раздолбано. Вот это помещение использовалось сначала как камера для дезинфекции одежды. Тоже как газовая камера. Вот это вот баночки из-под циклона Б. Ну, в основном, я думаю, что это банки, использованные для дезинфекции. Ну, какие-то и для людей. А вот, собственно, уже и газовая камера самая. Вот здесь вот описан, скажем так, способ использования. Вот дверь. Глазок, куда можно было убедиться, с кем-то ведет процесс или нет. Сама камера. Вон там наверху, в потолке, отверстие, в которое циклона Б засыпало с крыши. Вот сюда где помещали дверку, туда закрываем вапер. Теперь, вот. Другой вариант. Вот она, собственно, камера с дверью. Другой вариант. Если не через крышу засыпали, то газ мог подаваться с баллоном. Вот с этих. Здесь, опять же, окошко. Можно посмотреть, как процесс идет. То есть, не всегда газ был в таком классическом виде, как там синильной кислотой абсорбент пропитанный в банках. Могло быть вот так. То есть, вот здесь, в этой кубрике, находились палачи. И туда подавали газ. Так, а здесь соседи... Так, это полыскрипят. Вот еще одна газовая камера, значительно большая по размеру. Вот такая. Вот так здание выглядит снаружи. Вон там труба для проветривания. А вот здесь, собственно, газовая камера находится. То есть, вот, все это здание. Бани и газовая камера. Основная, так сказать, улица Майданка. Вот этими вот бетонными волками заключенные раскатывали улицы. Основная работа, собственно, для них была. Ну, скажем так, укатывали дороги. Вот туда. Ну, там дальше тоже бараки идут. Заходим в один из бараков. Он пустой. В некоторых бараках сохранены нары. Ну, здесь вот сделано что-то вроде экспозиции. Это уже, по-моему, экспозиция, кого как судили. После войны и так далее. Ну, пустой барак, поэтому ничего глобально интересного. Вот такая выставка есть в одном из бараков. Лампочки. В шариках из колючей проволоки. А здесь шарики из колючей проволоки, но уже без лампочек. В конце барака вот такие вот интересные круги, черные, на белых листах. Что это такое, непонятно. Вот здесь вот лежит книга. Вот датчане, очевидно. Еще кто-то. Книга в основном из черных листов. Вот такая вот, например. Но периодически там попадаются чуваши, например, вот. То есть название каких-то народностей. Хорваты. О, черные листы. Так, что это такое? Египтянин. Белорусы. А, я все понял. Башкиры, а здесь тоже Башкиры, но только по-польски написано. Азербайджанцы. Ну, короче говоря, очевидно, это те, кто здесь был. В эти лагеря в одном из бараков расположена выставка. Личные вещи заключенных. Портреты. Ну, тут много чего. Вещи, которые сохранились от самого лагеря. Котлы. Нары. Трехъярусные. Я так понимаю, что птичка-буржуйка. Вот это. Ну, да. Главный экспонат. Вот эта черепаха стояла посреди лагеря. То есть она реально сохранились. Почему она там стояла, неизвестно. Но, в общем-то, она у входа в лагерь, по-моему, стояла. Чтобы не разрушилась, ее сюда перетащили. Типичная женская одежда. Банки из-под циклона B. Вот так она скрывалась от кривашки. Вот так выглядел сам циклон B. Это абсорбент. Пропитывался синильной кислотой. Соответственно, когда вбрасывался в газовую камеру, кислота испарялась. И пары синильной кислоты, соответственно, уничтожали все живое. То есть изначально это дезинфекция, паразитов в одежде выводили. Потом людей, собственно, уничтожали. В зависимости от температуры, от жары, действовал либо быстрее, либо медленнее. Чем жарче, тем быстрее действовал. Быстрее испарили, соответственно, быстрее действовал. Вот это урна для праха. За отдельную плату родственникам выдавали прах. Ну, опять же, определить, был ли там прах родственника или же это обман, невозможно. Но вот тем не менее. Но это не бесплатно выдавали. Посуды заключенных, пляжки, котелки, тарелки, ножи, мачете какой-то лежит. А вот виселица, вполне себе реальная, тех времен. Вот такая вот, с крючочком. Еще одна одежда заключенного. Такой халат. Идем дальше по вот этой центральной улице. Далеко не все бараки открыты. Те, которые закрыты, ну, просто как бы можно снаружи посмотреть. Те, которые открыты, там так или иначе сделаны выставки чего-либо. Вот если не ошибаюсь, вот в том бараке нары как раз сохранились. Вот вышки основные. Ну, там дальше тоже бараки. Сейчас мы туда пойдем. Сейчас только, наверное, сначала в крематорий пойдем. Идем в один барак. Здесь хранится обувь заключенных. То есть, вот масштабы. Вот ботинки лежат. Но они спрессовались очень сильно. И вот туда, собственно, уходит. Вот это все заполнено. И вторая такая же. Вторая. Вот здесь по краю точно так же идут стеллажи. Ну, по тому краю, соответственно. Сейчас сюда пройти нельзя. Раньше, вроде бы, я читал, что между ними можно было ходить. Сейчас здесь вот такое ограждение. Года два или три назад какие-то пары идиотов попытались ботинки упереть. Или попытались, или уперли. По-моему, попытались, их задержали. И вот с тех пор, как бы, вот отсюда смотри, но туда не лази. Но только через ограждение. Ну, вот масштабы. Сколько тут ботинок. Неслабо. Вот, собственно, на всем этом поле стоял, очевидно, лагерь. Вон там деревья вековые спилены. Вот здесь шла дорога. Вот здесь вот есть закрыто стеклом фрагмент дороги, собственно. Я так понимаю, что вот это вот камни засыпали примерно вот такой ерундой. И раскатывали блоками теми каталками. Ну, вот тут написано фрагмент дороги. Потому что дальше, вот, идут, ну, там даже кирпич. Вот, очевидно, барак был. Кирпич. И там поле то же самое. Там дальше, это везде стояли бараки. Вот тоже остатки какой-то стены. Вот так, видимо, шел барак. Вон там даже пол есть. Ну, вот он, кирпич идет. Вот так. Сюда. А дальше вот бараки сохраненные. Ну, все это поле, это был лагерь. Там, где сейчас бараков нет, они были. Кто-то может задаться вопросом. Иоганн, зачем ты ездишь по таким местам? Майданок. Скоро Аушвиц. Может быть, даже там в Биркенау загляну. Там был, кстати, самый производительный крематорий. А между тем, сюда ездить нужно. Сюда, в такие места, в подобные. Здесь была жизнь. Вообще, мало где есть жизнь. Здесь она была. Мы живем в каком-то иллюзорном мире. Там, человек хороший, человек плохой. А как различить? Задать вопросом, кем бы вы хотели быть? Узником этого лагеря, которого вон там вот в баню гнали и циклон-б на голову сыпали? Или же тем, кто сыпал на голову циклон-б? Вот представьте, третьего не дано. Вот либо-либо выбирай. Если не хочешь выбирать, значит, узником стал. Выберите циклон-б на голову сыпать или нет? А может быть, узник, но не простой узник, а зондеркоманда. Зондеркоманда – это команда из узников, которые делали самую грязную работу. Носили трупы в крематорий. Там, соответственно, кочергой работали. Ну, то есть, грязную работу выполняли ту, которую даже ЛСС не хотела делать и гестапо. Ну, ЛСС в основном. Пошли бы или нет. Зондеркоманду потом расстреливали, как правило. То есть, их не оставляли. Но каждая зондеркоманда считала, что вот ее-то не расстреляют. Может быть, какие-то догадывались. Но в любом случае, пока они работают в зондеркоманде, это, ну, более-менее сносное существование. А знаете что? Когда я вижу какую-нибудь бабушку в метро, которая смотрит, чтобы безбилетиковы не проскочили, пытается дограбить недограбленный народ. Ее грабили всю жизнь, а она пытается то же самое делать. Почему-то вот так и приходит на ум одна мысль. Зондеркоманда. Или когда видишь ДПСника, который то же самое делает, но у него автомат. Почему-то так и видится вот тот вот такой в сапогах, в хромовых, который сыпет циклон-Б. Просто им не дано. Просто, понимаете, не дана отмашка, не дана команда фас. Сыпали бы и циклон-Б и носили бы туда зондеркоманда. Поэтому на такие места ходить надо. Иначе наша жизнь будет, как какая-то вот раскраска для детей. Там, обведи по контуру. Вроде бы картинка есть, но она какая-то не цветная, ерунда. В общем, какая-то там это, пунктирчиком нарисована. Вот здесь, вот здесь мысль, доведенная до конца. Те мысли, которые мы имеем в нашей жизни, но они не доведены до логического завершения. Вот здесь все было доведено до логического завершения. Поэтому, если вы не можете сами спроецировать, что такое бабушка в метро, что такое ДПСник, в Майданок. Вот так выглядел забор. То есть убежать практически невозможно. Одна, один слой этой колючей проволоки. Вон там второй. Посередке колючая проволока. И сейчас покажу. Вот здесь вот изоляторы. То есть под напругой. То есть если вы оттуда прыгаете сюда, вас напряжением шлепает. Если почему-то не шлепает, здесь вторая. Короче говоря, смотаться нереально. Центральная улица. Вот там дальше орел. Он тоже был. И, по-моему, рядом с ним была как раз та черепаха, которая в музее сейчас стоит. Но орел под открытым небом. То есть, не знаю, не побоялись, что он разрушается. Так, вот один барак. Посмотрим, что в нем. А в нем как раз нары. Вот они, трехъярусные нары. Вот, собственно, так здесь народ и находился. Я думаю, что матрасы новодел не того времени. А нары как раз самое что ни на есть того. То есть вплотную составлены. Нет промежутков. То есть люди лежали, ну, бок о бок. Три яруса. Где-то тут было написано. Ага, вот. По 500 человек в бараке. 250, а нога 500, что ли. Ну, слабо вот такую полтысячи человек загнать. Пришли практически на другую сторону лагеря. Вот это крематорий. Сейчас туда зайдем. Вот это монумент. Если не ошибаюсь, в основе монумента пепел из крематория. Человеческий пепел. Что монумент символизирует, не знаю. Что-то явно символизирует. А вот здесь видно, что сплошные фундаменты. То есть все вот это вот пустое поле было застроено. Крематорий, как уже сказал, восстановлен. Практически полностью. Но печи те. Вот он, крематорий. Труба. Само здание. Вот здесь написано прям крематорий. Видно, не видно, не знаю. Заходим внутрь. Вот здесь вот стол имеется. Здесь разделывали, скажем так, табан заключенных. Коронки выдергивали. Волосы, по-моему, живых состригали. Коронки выдергивали золотые. Идем дальше. Ну, очередно, что-то вроде трупохранилища. Ну, очередно, что-то вроде трупохранилища. Субтитры делал DimaTorzok. Вот здесь пепел высыпался. С той стороны, соответственно, тема закладывается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...